Теплосети и водоканалы С Виталием Кошелем согласен и его коллега по обучению. Сергей Козлитин особенно впечатлился современной зоной отдыха в экологически чистом лесном массиве. Действительно люди, которые дают вашей области и региону все. Мы надеемся, что мы такими же специалистами когда-нибудь станем и будем развивать свой регион. В Одинцовском округе 12 парков. По словам главы муниципалитета Андрея Иванова, все они требуют комплексного развития. В каждом должны быть детские и спортивные площадки, зоны для отдыха и прогулок. Парк это такая вот сейчас полноценная, многофункциональная, многообразная зона досуга, отдыха, в которую хочется прийти не только в выходной день, но и каждый вечер, каждое утро. Обслуживание парков, формирование их бюджетов, обеспечение пожарной безопасности и привлечение кадров. Каждый вопрос детально обсудили с участниками. Самое главное умение общаться и слышать местных жителей, отметил Андрей Иванов. Стройку стараемся делать максимум два года. Идеально, когда мы разбиваемся на этапы в рамках одного финансового года. Начиная с апреля месяца примерно, мы уже заканчиваем весь цикл и выдаем этап готового парка. Доступ на территорию парка всегда остается бесплатным. Содержать такие зоны можно не только за счет бюджета. Объект может самостоятельно зарабатывать за счет парковок и общепита. Если это вот такие природные пространства, общественные пространства, то это, конечно, заработать, даже чтобы содержать полноценные, потому что я хочу, чтобы там какой-то прибыль не будет. На встрече обсудили и дальнейшие планы по развитию парков. Уже в этом году в микрорайоне Супонева появится дорожно-тропиночная сеть длиной более 4 километров. В деревне Маслова парковая зона. А в следующем стартуют работы в Шульгино. Карина Еряшева, телекомпания Одинцова.